ВОЗ сдвинулся с места. Совместными усилиями региональный оператор по обращению с ТБО, администрации, жителей частного сектора определили местонахождение столь необходимых бейско-мусорных площадок. Сейчас документация на 300 площадок проходит проверку в Роспотребнадзоре. Они сейчас смотрят спасонорму, чтобы проходили они, но будет возможно где-то какие-то спорные площадки выезжать на место, ну с собственниками согласовывая, сами смотреть по территории. Ну а параллельно делаем закупку, да, не в том объеме, но в любом случае мы идем. Ну хоть что-то движение. Кроме того, накануне депутаты определили сумму, которая будет выделена из бюджета на приобретение мусорных контейнеров. На 600 тысячи будут приобретены контейнеры объемом 0,75 куба и 8 кубов. Этого количества явно недостаточно, чтобы создать в частном секторе полноценную сеть мусорных площадок. Кроме того, и на строительство самих площадок потребуются дополнительные средства. Администрация до сих пор сомневается, что можно решить проблему частного сектора с установкой контейнерных площадок. То есть наше было предложение взять какой-то определенный район, например, Зареща, где улицы у нас более широкие, будут соответствовать Роспотребнадзору, там поставить и попробовать. Как показала практика, форма бестарного сбора мусора себя в Бийске не оправдала. Приведение экспериментов Заречи должно помочь выстроить дальнейшую стратегию совместной работы регионального оператора и администрации. При этом по-прежнему непонятно, почему работа по строительству в городе дополнительных мусорных площадок не была выполнена еще в прошлом году. Ведь о том, что закон вступит в силу с 1 января, было известно еще в начале прошлого лета. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни.